Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте. В студии Павел Михно и Алсу Валеева. Коротко о главном. Чтобы быть двигателем на «ты», новая лаборатория в колледже имени Паташова поможет развить незаменимый навык. Работают с жидкостями, но и про людей не забывают. Своим опытом с коллегами поделился Челны Водоканал. Стремление к скорости прямо со школьной скамьи. Расскажем, в чем сильнее других юниор и камазмастерам. Готовься к цифровизации со студенческой скамьи. Технологии будущего активно внедряются на промышленных предприятиях, а в учебных заведениях новая эра уже наступила. В техническом колледже имени Паташова состоялось торжественное открытие технической лаборатории. Она появилась здесь в рамках совместного проекта сразу нескольких компаний. Помимо самого автогиганта, это еще и совместные предприятия КАМАЗа, Каминскама и ЦФКАМа. О том, какие возможности открывает лаборатория перед будущими специалистами, расскажем далее. Появление лаборатории в техколледже имени Паташова – настоящий праздник. Ведь это не просто кабинет с оборудованием, а помещение, состоящее из зон как для тренингов, так и для практики. Поэтому и оснащено оно по самым последним требованиям к работе с современными двигателями. Вот эта лаборатория – это очередной шаг в оснащении любимого нами колледжа, технического колледжа имени Паташова, который вместе с КАМАЗом, вместе с совместными предприятиями КАМАЗа и партнеров зарубежных, уже имеет такую шикарную образовательную инфраструктуру. Идёт роботизация, автоматизация, можно сказать, даже цифровизация. Мы никак не можем быть на стороне как образовательной организации. Мы должны быть в шаг, в три шага впереди тех предприятий. Основным объектом изучения здесь станут серийные двигатели, на которых студенты смогут отрабатывать свои навыки. Для этого в лаборатории есть всё необходимое – инструменты, спецодежда и, главное, последние образцы узлов и агрегатов. Благодаря этому ребята уже с первого курса будут иметь реальное представление о своей будущей деятельности. Это только первый шаг реализации проекта непосредственно САБАЛ-лаборатория. У нас реализуется пилотный проект на базе двух групп. Ребят – это общая численность 56 человек. Все они пройдут обучение по усиленной подготовке, начиная уже со второго курса. Обучаться здесь будут студенты пилотных групп. Через три года молодые специалисты смогут претендовать на места на производстве с высоким уровнем требований, которым они будут полностью соответствовать. Планируется, что подобных лабораторий в профессиональных учебных заведениях города будет становиться только больше. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Вести КАМАЗа. В Челны-водоканале дочернее предприятие «Автогиганты» состоялся семинар для председателей профсоюзных организаций. Для обмена опытом в набережные Челны приехали представители водоканалов Татарстана и соседнего Башкорстана. Генеральный директор ЧВК Кирилл Пузырьков и председатель правкома Виктор Хлопунов рассказали о практике применения принципов социального партнерства. Именно тесные взаимодействия в решении всего спектра вопросов позволили достичь редкой результативности. На этом предприятии в профсоюзе состоят все работники. В чем секреты взаимопонимания в отдельно взятом коллективе, об этом расскажем в нашем репортаже. Гости сначала побывали на станции очистки воды, где наряду с технологией производства имели возможность познакомиться с оформлением первичной документации по охране труда в подразделении. Затем отправились в музей воды. Людям, которые живут в этом городе, осуществляем так называемую политику доброго соседа. Мы ничего грязного, сточного соседям по планете не дарим. Этими словами тут традиционно начинают экскурсии. Можно сказать, это один из основных слоганов предприятия. Но именно что один из основных, другой, не менее значимый, касается коллектива. Мы всегда живем проблемами, заботами и задачами наших сотрудников. Всех. Всего полуторатысячного коллектива. И вот профсоюз пытается сделать сплав. Мы и для людей, и для администрации, мы едины. С момента избрания Виктора Николаевича председателем правкома результаты организации идут только в рост. Правда, не все. К примеру, травматизм снизился. А вот профсоюзное членство зашкаливает. Хочется узнать, какими аргументами они удерживают людей, что они делают для этого, как они стимулируют, чтобы люди все оставались и были все довольны. Послушать не только Челны и Водоканал, так как приезжает вся республика, остальных тоже послушать, узнать, как дела в вашей республике происходят. Коллеги с интересом изучали опыт. Причем не только профсоюзный. Связка администрация правком у Челны и Водоканала одна из самых крепких на КАМАЗе. Сам генеральный говорит, что как только лично погрузился в проблемы коллектива, сразу понял, нужна постоянная и оперативная информация. Сейчас мы встречаемся ежеквартально. То есть я прихожу, сидим, беседуем. Чем чаще встречаемся, тем, естественно, меньше вопросов. Вопросы иногда достаточно разные. Иногда много интересного узнаешь нового. Результат не заставил себя ждать. Недовольство спецодежды теперь не фиксируют. Порядок начисления зарплат всем понятен. В общем, снято множество будораживших коллектив вопросов. Это отмечают и на республиканском уровне. Мы искренне радуемся за то, что такой предметный, щепетильный, конкретный подход к решению практически всех вопросов, всех направлений. И вопрос заработной платы, и модернизации производства, и, соответственно, обучению кадров, соответственно, и так далее, и тому подобное. Кстати, такую встречу лидеры профсоюзов водоканалов в республике провели впервые. Судя по настроению, царившему к финалу семинара, почин может стать традицией. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Чем ближе полувековой юбилей КамАЗа, тем все настойчивее желание. Вспомнить, с чего все начиналось. Так сегодня свою историю расскажет самый громкий завод автогиганта – прессово-равный. Первую колонну на месте будущего ПРЗ установили 5 сентября 1971 года. Именно это подразделение автогиганта производит рамы, кабины, шасси, детали платформы и многое другое. Под мощными прессами и штампами рождается основа грузовика. Как развивался завод и чем он живет сегодня, об этом расскажет Виктория Евсеева. В цехе прессовки на ПРЗ работают одни из самых больших на КамАЗе установок. Вес такого оборудования от тысячи тонн. Первое, что приходит на ум, как эти станки сюда доставили. Это было непросто, чтобы не разрушить дороги, прессы везли по воде. После выгрузки их тащил спецпоезд из пяти тягачей. Уникальное оборудование в 70-е приходило на КамАЗ из Японии и Германии. А технологи завода направлялись в командировки за рубеж на обучение. 14 сентября 1975 года на ПРЗ собрали первую раму из деталей, изготовленных в заводских цехах. Специалистов на работу приглашали со всех уголков России. Но кто-то приезжал сам, как Алексей Чураков, который нашел в «Комсомольской газете» адрес Большой стройки. На ПРЗ он работал начальником бюро, а после возглавлял отдел планирования. Сейчас Алексею Филипповичу 80 лет. 10 из них он на почетном отдыхе. Вспоминает первые шаги автогиганта с удовольствием. По весне идешь, грязь, лужи, в сапогах, без сапог не пройдешь нигде. Летом была пыль. Ходили все на заводе, держали все с собой сапоги рядом. Дождь пошел, значит, так ботинок не пройдешь, надо сапоги одевать. Белая рубашка, когда я их одел, тогда к вечеру темные становятся от пыли. Но теперь на месте полей крепко стоят заводы, не переставая при этом развиваться. Так в прошлом году прессово-рамный завод буквально снес границы стены старых цехов. Теперь свободное место занимает новое оборудование цеха по изготовлению алюминиевых баков. Большую часть работы выполняют роботы. Прошлым летом начала работу и новая лаборатория. В ней делают замеры деталей каркасов кабин К5 по второй фазе. С помощью сканеров замеряем, как бы снимают с поверхности детали. Потом сравнивают их с моделью и показывают отклонения от идеальной модели. Если недочеты имеются, то деталь отправляют на доработку, чтобы потом ее вновь вернуть на сверку с идеальным результатом. Таким образом, век новых технологий на прессово-рамном заводе мирно соседствуют. Мощные вечные прессы и юркие роботы-помощники. А следующий шаг развития уже не за горами. Литературный вечер. Формат немного подзабытый в наше время, но поклонников полностью не растерявший. На очередном в ДК КАМАЗа свою первую книгу «Траву листает ветер» представила Роза Губайдулина. Поэтесса и в прошлом водитель электропогрузчика на прессово-рамном заводе. Тираж первой книги небольшой, зато он уже практически весь разошелся. Чем привлекает поклонников творчество молодого автора? Расскажем далее. Сразу оговоримся, мы не ошиблись, назвав Розу Губайдулину молодым автором. Это не наше мнение, это ее личная оценка. Писалась у меня раньше как бы в стол, а стала выпускать уже как бы в свет вот эти четыре года. Гости собрались, случайных людей не наблюдалось. Это коллеги и по заводу, и по литературному объединению. Стихотворения очень красивые, в них много того, чего в жизни мы, может быть, и не замечаем. А когда стихи читаешь, ты понимаешь, что это есть, и очень отрадно, что человек об этом пишет, говорит об этом. И это можно зачитать, это вот в книге. На верхушке березы ворона, как на троне сидит одна, словно страж королевства земного, наблюдает за всеми она. Организатором литературного вечера и наставником Розы по праву называет себя Ольга Кузьмичева-Дробышевская. Она руководит Лита Лебедь. Она же взяла на себя роль воспитателя поэтического дарования. И таких воспитанников у наставника много. Дети от семи лет, которые уже научились писать, и, естественно, дальше без ограничений, бесплатно. Это все и студия наша работает бесплатно, благодаря тому, что у нас существует ДК КАМАЗ и Управление культурой города. Кстати, наша героиня еще и автор иллюстраций к сборнику собственных стихотворений. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем. Ну, пусть даже и почти во всем. Кроме танцев автора, приветствовали песнями и, конечно же, чтением. Чтением работ и первого сборника. Когда же вечером с этюдом возвращался, увидел нищего. Тот улыбался, сидел он с полной сумой. Понять пытался, как странно. Мир добрее стал, мир поменялся. Мы не забыли поинтересоваться. Что сегодня заставляет наших современников интересоваться поэзией? Это же, так сказать, слишком винтажно. Организовывать несложно. Люди откликаются. Главное, чтобы поэт был интересный. Чтобы друзья были, которые любят этого человека. И тогда все получается. В общем, если и вам интересна поэзия, вы автор или искренний ценитель, знайте. Литературное объединение рада гостям каждый вторник. Адрес ДК КАМАЗ. Время 6 вечера. Олеся Новаковская, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Гонщиками не рождаются. Ими становятся. А помогают в этом всемирно известные спортсмены. В набережных Челнах завершился четвертый этап. Первенство и чемпионат республики по картингу на кубок команды КАМАЗ-мастер. На всероссийские соревнования приехали участники из УРУСУ, Тольятти, Нижнекамска и других городов страны. Сразу раскроем секрет. Команда КАМАЗ-мастер-юниор заняла 9 призовых мест из 18 возможных. О том, как именно прошли соревнования, расскажем прямо сейчас. Съемочная группа вестей КАМАЗа специально встретилась с участниками, с гонщиками команды КАМАЗ-мастер и организаторами. Рев моторов, словно жужжание пчел, доносился с картодрома КАМАЗ-карт. Первыми трассу опробовали микробы. Так их ласково называют организаторы и родители. Это самые юные гонщики соревнований. Некоторые еще не ходят в школу, но уже уверенно держатся за рулем гоночного болида. Причем не только мальчишки, но и девчонки. Мой брат вел, чтобы я научилась кататься и на гонках участвовала. Всего на соревнования приехало почти сотня спортсменов в возрасте от 6 до 30 с лишним лет. Гонки длились два дня. Участников при этом разделили на несколько групп. Ребята участвуют в 6 классах, 6 возрастных группах от самого маленького, от 6 лет класса микро до класса КАЗ-2. Это самый быстрый класс в картинге, предформульный его еще называют. По словам гонщиков, количество участников из раза в раз увеличивается. А это держит в тонусе и помогает не стоять на месте. К тому же победа, которую удалось завоевать при большой конкуренции, бесценна. От этих соревнований я ожидаю пьедестал и зайти как минимум на вторую ступень. Эта гонка очень важна в чемпионате, потому что мне нужны очки для того, чтобы в конце сезона выйти чемпионом. Чем серьезнее конкурент, тем интереснее ехать. Это только свою, так скажем, перчинку добавляет, когда ты едешь с именитыми пилотами. Именитые гонщики-пилоты «Синей Армады» участвовали в заездах наравне со всеми. Но регали многократных триумфаторов Дакара не смущали соперников. Кстати, КАМАЗ-мастер, участвуя в чемпионате, преследует и вполне меркантильную цель – присмотреть себе преемников, которые в будущем смогли бы приумножить успехи команды. Мы являемся не только пилотами команды КАМАЗ-мастер, но и также наставниками, которые уже должны смотреть, ездить на соревнования с детьми, подсказывать, ну и также уже выявлять и смотреть наших будущих чемпионов. А будущих чемпионов в набережных Челнах достаточно. В Автограде уделяется большое внимание развитию картинга и воспитанию спортсменов, которые смогут покорить не только страну, но и весь мир. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Вести КАМАЗа. И перед тем, как попрощаться, немного информации про наш эксперимент с заводчанками. Он еще не завершился. Каждая из трех новых соведущих провела по выпуску программы «Вести КАМАЗа». Теперь осталось ответить на один простой вопрос – кто, по мнению зрителей, справился с заданием лучше? Пересмотреть выпуски и оставить свой комментарий вы можете на нашем информационном портале вестикамаза.ру или на официальном канале ПАО «КАМАЗ» на YouTube. От вашего решения зависит, кто останется работать в нашем телепроекте. Так что голосуйте и голосуйте активно. А этот выпуск «Вести КАМАЗа» для вас провели Павел Михно. И Алла Сувалеева. Всего доброго. До свидания.